Вопросы в обращении нашего совета депутатов района к Совету депутатов лесного городка об отзыве депутата Сергея Ивановича Самохина из районного состава совета. Сергей Иванович за последние два года дискредитировал себя полностью и как политик, как строитель, как предприниматель, да и просто как человек, который нам неоднократно давал обещания в разных формах общения. Жертвами деятельности Сергея Ивановича, сомнительной деятельностью, стали сотни обманутых дольщиков из Умрудной долины, которым он раздал только пачки обещаний, совершенно не выполнил свои и не реализовал свои планы, не раздал ключи от квартир, квартиры, за которые многие-многие люди честно заплатили деньги, которые ждут до сих пор. Жертвами этой деятельности стали и дети, и родители лесного городка, которые уже несколько лет, и мы вместе с ними ждем школу, которая до сих пор недостроена и не введена в эксплуатацию. Они вынуждены ходить в старую школу, сидеть буквально друг у друга на коленках, на плечах, в кабинетах, где раньше проводили совещания учителя, учительские, в директорском кабинете, сидят на головах. Заложниками также деятельности стали и мы, как представители власти. Теперь большой груз обязательств ложится на нас, бюджет будет нести непредвиденные расходы. Причем за все это время компания, очевидно, получала прибыль за все время деятельности и строительства и в Голицыно, и в лесном городке, и небезызвестный комплекс «Изумрудная долина». Везде компания, очевидно, получала прибыль за проданные квартиры, а в итоге убытки перекладываются на сегодняшний день на нас. Вы все видели, все вы знаете прекрасно, что мы долго надеялись, что Сергей Иванович выполнит взятые на себя обязательства, что пойдет навстречу жителям, поставит все же их интересы на первое место, что все же для Сергея Ивановича жители будут важнее прибыли. Как мы неоднократно говорили, обсуждали, это наша философия. Буквально тащили за рукав, за воротник Сергея Ивановича на каждом совещании, неоднократно выносили эти вопросы на совет депутатов. К сожалению, все бесполезно. Теперь этими вопросами занимаются правоохранительные органы, довольно активно занимаются. Были определенные задержания, идет уголовное дело. И, коллеги, я на сегодняшний день твердо убежден, что Самохин Сергей Иванович больше не представляет интересы жителей той территории, от которой он здесь появился, территорию Лесного Городка. Я за три года очень много провел встреч, выезжал и общался с жителями именно Лесного Городка. Я знаю то негативное отношение, которое сформировалось за последние полтора-два года к Сергею Ивановичу. Более того, считаю, что работа таких людей, как коллега наш Самохин, в структурах власти дискредитирует саму власть и наносит нам существенный и существенный репутационный риск. Подрывает, на самом деле, подрывает доверие к самой власти. Поэтому мое предложение поставить в повестку, добавить вопрос об обращении к депутатам Лесного Городка с просьбой отозвать из состава Совета депутатов района Самохина Сергея Ивановича. Кто за то, чтобы внести данный вопрос в повестку, прошу проголосовать. Кто против? Кто за? Вопрос принят единогласно. Сергей Иванович здесь присутствует у нас на совещании. Если есть желание что-то сказать, как-то объяснить свои поступки, прошу, сможем дать вам слово. Нечего сказать. Понятно. Кто за то, чтобы обратиться к депутатам сельского поселения, городского поселения Лесной Городок с просьбой отозвать Сергея Ивановича Самохина из состава Совета депутатов района, прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? Решение по этому вопросу принято единогласно. Решение по этому вопросу принято. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...